правительство сша распродает все свои биткоины юнисвап лишилась исключительных прав на код 3 версии протокола и по классике разберем сегодняшнюю ситуацию с биткоином а именно его движение поэтому обязательно смотри данный ролик до конца а еще лучше поставь лайк это безумно помогает продвижение моего канала не буду затягивать заваривать и чаек присаживайтесь поудобней приступаем 14 марта сша продали 9861 bitcoin на общую сумму 215.7 миллионов долларов согласны по данным в конце месяца судебным документом реализованные активы составили лишь часть из более 50 тысяч биткоинов конфискованных у джеймса джуна в ноябре 2021 года спустя год он признал вину в незаконном получении в даркнете маркетплейсе сил крот согласно менюсту сша в сентябре 2012 года джун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары и услуги по данным властей он вносил депозиты в размере от 200 до 2000 биткоинов после чего осуществлял быстрое снятие средств в кратном размере он инициировал более 140 подобных транзакций то в сумме принесло около 50 тысяч биткоинов осталось примерно 41 491 биткоин которые правительство будет ликвидировать четырьмя партиями в течение календарного года второй раунд ликвидации не состоится до вынесения приговора джуна говорится в документах основатель трон джастин сан выразил готовность приобрести конфискованные биткоины со скидкой в 10 процентов для минимизации потенциального влияния на рынок вот собственно его твит где говорится о покупке биткоинов и конечно же с 10 процентным дискаунтом ну вот после этого и говорите то что биткоин никому не нужен и его киты уже давно не покупают чтобы кто не говорил единственный тренд это биткоин он вечный в отличие от многих альткоинов типа джейм тишки соланы и многих других которые жили буквально месяц потом идет очень сильная коррекция а когда люди начинают изучать криптовалютный рынок первая криптовалюта с которой они сталкиваются это опять же биткоин поэтому если вы не накапливаете биткоин то остальную криптовалюту лучше не рассматривайте изначально вам нужна база без нее к сожалению никуда сторонние разработчики децентрализованных приложений получили возможность создавать форки протокола юнисвап версии 3 согласно технической документации проекта срок действия бизнес source license истек 1 апреля 2023 года сокращенно bsl это лицензия на программный код которая ограничивает его использование на определенный период случае с юнисвап до недавнего времени любой желающий мог бесплатно копировать по для некоммерческих целей однако для создания коммерческих продуктов необходимо было получить разрешение от стоящих за проектами дао с 1 апреля код протокол переведен на general public license открытая лицензия и у юнисвап лабс более нет на него исключительных прав это значит что разработчики могут свободно использовать его для развертывания смарт-контрактов в любых доступных сетях сообществе предложили что изменение приведет к появлению форков юнисвап блокчейнах которых децентрализованная биржа еще не представлена к таким относятся например трон и эвлендж в юнисвап отметили что в дау очень важно определить какие из форков можно будет считать официальными на рассмотрение участников вынесли предложения которое предполагает что организация поддерживает только один форк в каждой сети для этого последний должен соответствовать ряду критериев например его код должен быть эквивалентен исходному по данным дфа или ама юнисвап является одним из самых популярных децентрализованных протоколов на момент написания его смарт-контрактов за блокированные активы стоимостью в 3.94 миллиарда долларов ну к чему это приведет посмотрим я не думаю то что на официальный юнисвап это как-то сильно повлияет я до сих пор считаю то что она является одной из самых популярных и крупных dx площадок помимо нее есть ван инж суши свап байс вот кейп и все остальные которые вы наверное знаете но я использую только вот эти перечисленные ну давайте переходить графику биткоина сегодняшняя цена за один актив составляет 27 тысяч семьсот тридцать долларов на момент записи ролика как вы все прекрасно видите последние две дневные свечи открылись медвежьими но в этом ничего страшного нет так как мы продолжаем удерживать очень сильный уровень 27 650 баксов вот этот глобальный объем который отмечен желтой линии как я говорил ранее цена биткоина скорее всего будет зажата между уровнями 30 тысяч 400 баксов и 27 тысяч 650 долларов в принципе то что сейчас и происходит давайте обратно увеличим график сегодня утром протестировали уровень 27 650 посмотрим что будет сегодня я не думаю то что мы в течение этой неделе уйдем ниже этого уровня я все же считаю накопление будет происходить между глобальным и локальным уровнем 28 тысяч и двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят долларов то есть самое время покупать альткоины но рекомендую переждать еще один день и посмотреть будет ли действительно закрепление на уровне 27 тысяч шестьсот пятьдесят ведь все что я говорю это лично мое личное мнение как будет оно на самом деле никто не знает я опираюсь исключительно на технику но помимо этого есть еще же и новостной фон если скажут что-то плохое то соответственно мы можем пробить этот уровень очень быстро поэтому рекомендую переждать один денек случай если завтра откупят весь этот маленький пролив в размере там двух-трех процентов но самое главное чтобы мы увидели зеленую свечку есть открытие все в принципе можно потихонечку заходить и усредняться такой ролик был на сегодняшний день если понравилось сам знаешь что можешь с этим сделать поставить лайк оставить комментарий и еще включи колокольчик чтобы не пропускать ежедневную рубрику ну хотя бы зато то что на моем канале нету и не было никогда рекламы максимально честный контент ну ладно всем до завтра